значит моя тема доклада это gradle 2 вот и слоган этой темы это right once built everywhere да то познать лозунг java вот и это немножко переделка я не выступаю не первый раз этой докладом когда тогда был доклад про gradle 1 я также убеждал людей что это хорошо вот и теперь я вот пришел к следующей стадии отказываю прогресс 2 вот ну немножко бы мне те кто опоздал вот работы давно уже войти давно занимает java вот преподаю на курсах java курсах выпустил уже больше 100 студентов java программистов часто выступаю на конференциях как в одессе так национального уровня и даже был в минске на конференции вот и перешел на грэдл после того как я не был удовлетворен мавы нам долго пользовался вот но мне не нравился пишу награду не жалея об этом вот я основатель портала тисами торком вот где размещаю свои книги одна из них это разработка джава приложений готовятся еще две книги по джава сегодня мы коснемся в целом средств сборки поговорим в основном конечно на грэдл и будем все время сравнивать грэдл с другими системами плюсы и минусы и легко ли перейти с темы текущей на грэдл вот посмотрим пример использования и вопросы если будут вот если будут вопросы давайте пожалуйста по ходу я с удовольствием отвечу одна из проблем современного идти что очень легко потеряться в выборе да бывает очень много средств решения одной и той же проблемы это касается и сборки и к сожалению нету какой-то пилюли который решает все проблемы для каждой задачи есть свое решение и так apache ant да я начал работать с ним тысяч шестом году это конечно был большой плюс по сравнению с тем что было до него вот это фактически первая система сборки для джавы что она предлагала она была очень гибкая вот предлагала допустим выполнение каких-то скриптов на там ruby javascript вот и так далее вот но в то же время она была не очень удобно пустого файла этот вот билдокс мальпу час очень большими да они были там килобайтными там даже больше и их очень было тяжело поддерживать да она была как бы гибко низкоуровневая но тяжело было поддерживать apache айви apache айви это не система сборки это система репозиториев вот принципе аналог репозиториев там принципе аналогичные возможности транзитивность вот и многие люди используют не мавын а связку ан плюс айви да по своим причинам apache мэйвин вот я впервые столкнулся тысячи восьмом году как и вся наша компания мне в принципе сначала понравился потому что появился convention появился такая вот подобие объектные модели появились репозиторий вот это было довольно таки удобно но были некоторые проблемы которые все таки вот не делали меня полностью счастливым его ситуация как она есть на прошлый год да это статистика на основе сайта rebel labs да что есть интересного ну во первых что мэйвин до 64 процента то есть самая популярная система вот остальные принципе сильно уступают на популярности но если посмотрите на левый слайда то больше половины хотят узнать что такое гряду мы поговорим еще и я об этом сегодня такой вопрос на засыпку а как переводится или почему назвали антам систему что такое ант по-английски муравей до назвали не поэтому а потому что она за не ту да ант это аббревиатура хорошо и так в чем проблема мэйвина xml формат он удобен да он структурирован он и расхищен но он хорош для того чтобы использовать его для хранения данных когда мы храним действия какие-то операции он не очень гибкий да то есть пропадает его пропадает его преимущество вот и власть его не остатки какое решение придумали в гряду использовать язык скриптовый язык во первых чтобы он был довольно таки удобным то есть java не очень подходит для этой цели вот и шире выбрать груви потому что горой в принципе он базируется на java он выполняется в jvm вот плюс очень легко приходить с java на груви более того можете в груви скриптах использовать java код если хотите вот плюс он очень мощный мощный единственный минус что груви должен быть откомпилирован и выполнен то в отличие текстомеля вот мы посмотрим как с этим бороться и так гряду один из плюсов гряду в том что он в себя выбрал все преимущества систем которые были на то время да и учел их не остатки этой ант это и айви и мэйвен и билдер и ноги ноги другие да вот то есть он выбрал все самое лучшее и пилот живота разработчиком что можно сказать первая версия появилась а в тысячам году это был вес и 07 вот и текущая версия 23 вот вот вы видите эти иконочки это так называемая доска подчета гряду это те системы которые используют его для своей разработки ну что здесь можно сказать если есть и софтверные компании да такие как spring хибернейт oracle многие другие есть и как бы не софтверные да вот например есть тут даже motorola вот и такой плюс грядула это сейчас система по умолчанию сборки для андроида андроида с ликитин перешел на гряду это был такой долгий процесс и интересная такая вот история успеха сейчас 2000 разработчиков используют гряду 2000 компонентов которые собираются гряду вот тысяча билдов каждый день вот и за неделю 300000 гряду сборок выполняется да вот этот человек его зовут ганс доктор это человек который основал компанию гряду вэра которая занимается разработкой гряду он работа моих компаниях джебос он выпускник с дипломом разработчика и в какой-то момент времени ему пришло голову что системы сборки текущие они не очень хороши давайте сделаем что-то другое вот и вместе со своей командой вот команда которая сейчас занимается разработкой грядла вот я считаю что они выпустил очень хороший продукт давайте мы вместе поаплодируем итак лозунг компании гряду вэр и системы гряду это сделать невозможное возможным сделать возможное простым простой элегант итак если мы коснемся обзорной части гряду а вот что можно сказать во первых это система сборки общего назначения если мэйвен позволяет собирать java приложения да основываясь на своей системе репозиториев то на гряду можно собирать на любом языке в принципе если есть плагин под нее даже на c++ это средства разработки принципе одно из отличий между мэйвеном и году да если в мэйвене вы конфигурируете до xml файлы конфигурируете то в гряду вы пишете приложение на языке груви да почему многие люди не хотят переходить они не хотят просто программировать как и в мэйвене это декларативные билды да и конверсийного конфигурация очень-очень много конверсионов которые упрощают код и делают его минимальным вот так же поддержка многопроектных приложений вот и дпнс и менеджмент вот который поддерживается и мэйвен и иви и свой собственный и так разработка вот если вы используете мэйвен вот то последняя вещь а главное вышла в 3.0 пять лет назад и за это время выпущено было три версии 3 1 3 2 3 3 за пять лет и с этим градал то весь с 1 0 вышла три года назад и с тех пор вышла 16 версии то есть и принципе мэйвен после да это был версия не не 1 0 версия версия 07 да да ну возможно да возможно это где-то была ошибка но примерно этот этот год вот то есть принципе глядл развивается намного-много быстрее до выходят не только новой версии там с бакфиксами а выходят и входят все новые новые возможности итак какова структура билдов глядл билд состоит из проектов да как принципе понятно проекты состоят из тасков вот таски из экшенов вот такая система иерархическая вот принципе простейший файл сборки на гряду вот как вы думаете если мы запустим этот скрипт вот таким вот командой что он сделает да совершенно верно тут мы определили таск hello world да и вас помощью этого замыкания вывели hello world на в консоль то есть принципе если у нас например вот это как бы минимальный файл для мэйвена да с его xml структурой да то вот минимальный файл для гряду а если мы хотим использовать возможности джава в году для этого нужно создавать плагин с помощью команды apply plugin и его название java после этого нам будут доступны все его таски то есть компиляция сборка запуск тестов там и так далее если мы хотим добавить какую-то зависимость вот то мы для этого используем блок dependencies и вот такую вот ссылочку compile да название эта группа идете факта версия или вот так вот более короче да то есть чтобы сильно не это все не раздвигать вот вот то же самое версии только на мэйвене какой из них лучше а для чего нам нужны методанные да да но допустим нам это не нужно ни позже конечно ничего мы хотим просто запустить наше приложение или собрать его хорошо что тут происходит в этом мэйвен скрипте мэйвен файле да мы добавляем зависимость Spring Boot Starter Web да и выключаем из нее зависимость там ката вот вот тоже самое похожий пример в Gradle да мы добавляем зависимость и исключаем некоторую по чему зависимость а вот например как в Gradle из всех зависимостей убрать commons logging библиотеку то есть мы вот так вот пишем вот две строчки и все из любых зависимостей исключается commons logging а свойства да вот maven мы объявили свойства да определенные версии зависимостей вот тоже самое в принципе Gradle да блок экст вот и в принципе объявляем перемены и присваиваем значение когда мы запускаем сборку вот она состоит обычно из трех этапов да это инициализация конфигурация и выполнение инициализация выбираются проекты для которых будет выполняться сборка конфигурация выполняется этапы конфигурации для каждого таска который будет включен в сборку и execution это выполнение всех тасков которые входят в текущую сборку вот допустим у меня некоторые есть файл сборки тут я изменил описание проекта первая строчка а здесь я добавил task first как вы думаете если я его запущу в каком порядке будут строчки выведены в консоль в порядке в порядке то есть do first добавляет action в начало а когда мы выполняем в трост она снова в начало ставит его то есть выполняется first потом second ну а the last у нас добавляет action в конец да то есть мы здесь в принципе определили task first это конфигурационное действие похоже на конструктор если это допустим с ранним java-классом а это в принципе action это это слова которые входят в dsl для дла да да а какая разница между оператором меньше и меньше и вот этими двумя вот этот оператор замыкания да он в принципе для быстрой для быстрого объявления task и какого-то действия да вот мы захотели чтобы было минимальное количество кода объявляем task вот и добавляем некоторое действие action то есть насколько я помню если вот так вот 2 квадрата одинаковых task используя этот оператор меньше и меньше то будут исполнены оба блока ну в принципе я обычно делаю вот таким образом да то есть добавление через do first do last в принципе оно показывает куда мы добавляем эти вот action в начало в конец и так далее просто в принципе это важно какой порядок можно делать более простой вариант да вот например не писать task first а потом в нем блок do first а можно писать task second а потом do first то же самое в принципе только более более кредко получается maybe здесь task second вот и second do first в принципе это добавляет вот это вот действие в будьте здоровы в начало списка хорошо представьте себе что у нас есть некоторый проект в котором нужно сделать следующие версии следующее действие во время сборки после успешной сборки необходимо в некоторый файл в некоторые папки записать дату и время этой сборки как бы вы это сделали в мэйвине через что через фильтры через что через фильтры через фильтры понятно сколько это просто немножко так четырёночка нет понятно как это делается в гэдл мы объявляем некоторые таск называем его например write build объявляем папку которая будет записан этот файл создаем ее если ее нету объявляем переменную файл с некоторым названием вот и прибавляем с режима файла название проекта вот и текущую дату что-то тут похоже вот эта строчка да это принципе java код да просто это объект файл это объект из java вот и мы передаем здесь папку название файла вот и теперь для того чтобы при сборке этот ас выполнился мы добавляем вот такую строчку ну ну нужно конечно будет проимпортировать его импорт там как обычно в java да что да да по 3 то просто я их удалю что просто меньше получилось по по объему да да некоторые пакеты импортируются автоматически вот некоторые нужно явно указывать импорт как в принципе java вот и вот вы добавляете в task build action the last который вызываете write build теперь после каждой сборки в конце у вас добавляется вот это вот содержимое в данный файл вот в принципе и все если у вас если у вас проект содержит много проектов тогда у вас добавляется новый файл кто называется settings.gradle в котором вы указываете ссылки на эти подпроекты вот примерно такой файл вы указываете название главного проекта вот и допустим подпроекты если это флэд подпроекты то есть находятся в той же папке если находятся в другом папке да просто указываете их путь да если он флэд в принципе здесь только можно название иногда бывает нужно настроить действие градла глобально да для этого используется файл градл properties он может быть в папке проекта может быть в глобальной папке градла текущей директории или передаваться через командную структу как его свойства что там может быть иногда бывает такое что например у вас есть два проекта и у них разные jvm для выполнения например у одного восьмая jvm другого седьмая по умолчанию берет градл jvm из java home да что делать для того чтобы не использовать там какие-то костыли как вот предлагал где тот ушел уже вот мы что делаем мы добавляем для данного проекта файл градл properties и указываем здесь настройки например jvm для выполнения аргумента jvm да или например включаем режим демона что такое демон мы еще поговорим вот и когда запускается сборка вот то берутся эти свойства для запуска градла в градл очень много времени уделили оптимизации для того чтобы он был более быстрый более эффективный по сравнению с предыдущими системами как это делается во первых это принцип вот кешируем все что можно второе это режим демона для того чтобы не запускать каждый раз заново процесс сборки параллельное выполнение тестов юнит тестов параллельная сборка проектов это принципе такая новая фича вот и так называемая конфигурация по требованию что такое кешеврифинг у каждого таска в градл есть входные и выходные параметры да допустим если у нас есть таск который компилирует файлы java файлы как у него входные параметры исходные файлы да а выходной параметр класс файлы да то есть входные java файлы выходные класс файлы поэтому вот что делается градл он берет смотрит если после последнего выполнения этого таска не изменились не изменились java файлы то он и класс файлы больше не будет компилировать да для того чтобы время сборки уменьшить вот в принципе поэтому если у вас есть свой собственный какой то таск который написали и у него есть тоже входные и выходные параметры то такое вот кеширование будет действовать и для этого таска то есть оно в принципе применяется по умолчанию дэймон одно из проблем быстродействия градла что нужно запускать все время gvm если у вас постоянные какие то маленькие сборки то это очень сильно ухудшает время выполнения что применяется когда вы запускаете градл вот если включен режим дэймона то запускается дэймон процесс он запустился все после этого последующие сборки будут запускаться дэймоном то есть второй раз дэймон уже не запускается если вы запускаете сборку и дэймон занят что происходит чека нет он не чекает потому что он может взять чекатый час годыну да он запускает второй дэймон да вот естественно что для того чтобы не было таких вот дэймонов там десятки и сотни после трех часов бездействия дэймон завершает свою работу вот но в принципе режим дэймона он очень сильно уменьшает время сборки плагины одно из концептуальных понятий в градл это плагины все что есть в градл все через плагины что что вам дает плагин он дает вам таски он дает вам configurations или dependencies как мы его не вот а также некоторые переменные окружения плагин может быть написан на java на груви или на скала как вам угодно вот это в принципе основные плагины которые есть в данный момент для градла их разрабатывает как сам градл так и сторонние разработчики вот в данный момент их более 70 штук уже есть для того чтобы проимпортировать плагин есть три способа самый простой первый это по имени некому уникальному имени второй это по названию класса вот если вы его знаете и третий это если есть полный путь используйте полный путь класса а а раньше плагины находились на maven репозитории да знаете maven репозиторий глобальный вот но начиная с вот с этого года появился собственный плагин порталов для градла только для градл плагин вот и теперь не нужно знать как раньше группа id артефакт id вот у каждого плагина есть свой id уникальная версия вот для того чтобы проимпортировать вы просто указываете его id и версию больше ничего вот одной из гордостью градла является то что они поддерживают не только java например но и c++ то есть если у вас эксперт на c++ вы импортируете плагин cpp вот и после этого собираете его градлом вот примерно один из примеров его настройки интеграция градл очень много времени и очень много сил уделяет интеграции существующей системе сборки для того чтобы было проще переходить с них на градл это касается и анта это касается и мэйвена это касается и айви итак ант а в принципе ант и градл очень похожи да таски в градл похожи на таргеты в анте поэтому если вы пользуетесь ант то вам будет легче перейти на градл да часто даже называют градл это груви бейст ант вот есть даже такой вот система гант очень похожая на градл который является ее соперником вот например файл сборки анта думаю всем он известен тем кто программировал используя ант просто здесь добавляет таргет который вводит hello ант если вы хотите его использовать напрямую в градл то для этого вы просто используете директиву ант import build да указываете название или путь к этому build xml а после этого видите вы можете даже использовать тасках зависимость на данный таргет вот был таргет hello target вот и теперь видите вы в своем таске можете ссылаться что вас таск зависит от данного таргета вот и все гэдл и мэйвен гэдл очень много времени уделяя тому чтобы разработчики мэйвена очень гладко переходили на гэдл и для них было очень прозрачно то что есть мэйвене и то что сейчас есть гэдл вот принципе таблица соответствия между идентификаторами в мэйвене и похожими идентификаторами в гэдл для того чтобы было понятно что чему соответствует да в принципе многие версии многие идентификаторы совпадают для некоторых нет как бы аналогов гэдл вот но один из нюансов гэдл если у вас есть проект на мэйвене да то вы обязаны указать здесь группа id артефакт id version да здесь же это не важно да то есть гэдл возьмет некоторые значения по умолчанию вот еще от этого получается что размер файла будет намного меньше если это не нужно например перформанс я специально провел такие эксперименты решил сравнить перформанс мавина и гэдла мне было просто интересно что быстрее я взял последние версии которые есть на данный момент гэдл 2.3 мавин 3.3.1 взял последнюю версию джава 1.8.40 вот у меня был проект довольно таки сложный для него был скрипт на гэдл и аналогичный по макс мл для мавина проект был основной то есть был проект и подпроект вот и провел тестирование как вы думаете как вы думаете кто был быстрее кто поднимите кто поднимите руку я я я сделал три операции таргет по гэдл конечно да но потом когда мы скажем второе что он спускается уже дымом через дымом да конечно да 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 вот если мы возьмем обычный билд да то разница 10 процентов до в режиме дэймона процентов уже на 20 гряду отрижает вот и отимизированы жиме витя в поттера за быстрее мы часто коснемся ну помните табличку где было версии мэвина и года да я думаю что он достиг какого-то своего технологического пика когда уже тяжело как-то очень сильно оптимизировать то есть он упирается некоторые свои возможности вот и в основном измене касается на какие-то поддержки плагинов может быть бак фиксов и так далее вот то есть это размер дистрибутива мэйвина и грядла это не проекта сейчас секундочку я дойду до конца вот и если мы возьмем кементальную сборку вот то в обычном режиме принципе одинаковое время вот в дэйм дэймон моде где-то в два раза быстрее и оптимизируем где-то два спина за быстрее да кто-то пас был три часа до три часа а еще у нас я понял ну я честно я не знаю точно возможно есть при запуске сборки ключ который говорит чтобы увеличить время ожидания вот я не касался этого вот но возможно такой ключ есть такой это я и касаюсь это возможно есть какой-то параметр при запуске грядла который говорит что делать больше там не три часа допустим там день там и так или боль не конечно больше внутри часа есть принципе он будет три часа жать то есть это expression дает не включая сборка айду то есть там три часа он ничего не делает вот и единственный конечно разочаровывающий результат это по размеру дистрибутива да если мы не берем там исходники сэмпл и так далее то все но видите что размер пять раз больше вот потому что огромное количество библиотек которые включены в грэдл мамин тоже вырос последнее время в полу в позапрошлым году он был там три четыре мегабайта но за эти два года очень сильно вырос два раза вот но итог всего этого сравнения что если вы выбираете оптимизированный режим вот а в принципе нет никакого резона его не выбирать да то у вас сравнение видите в полтора два раза раза больше по сравнению с новым того же проекта ну для тех кому по уже понравился глядал возникает вопрос у меня вот есть на маски проект сложный там много про подпроектов как не перейти смогли на нагляду дженни придется взять и вручную переписать вот все эти вот настройки вы так можете сделать есть альтернатива для этого есть специальный плагин который называется мэйвин ту гэду вот что вы делаете вы в коне вашего проекта создаете пустой файл билл . веду и указываете строчку и платье плагин маринта году и запускаете билд что делается время сборки он анализирует ваш помикс мл и генерирует аналогичный для бедла понятно что он не сможет все конвертировать данный мир некоторые плагины вот используя так далее но в основном в основном до процентов 8 работа он делает за вас поэтому переход с моим наградом принципе он не такой как бы страшный как кажется да да то есть он все даже сейчас под проектом все при переводит на на свои эти вот свой формат данных поддержка репозиториев в отличие от на где вы имеете out of the box поддержку репозиториев нужно их явно указать вашем файле сборки если вам нужно использовать локальный по истории вы указываете мавин local и снова использовать глобальный патой мавин central вот если какой-то свой у вас есть юрл ну как мэйвин да и и урал этого репозитория может там логин и пароль указать вот это если у вас есть плагин под мэйвин да пусть все это как бы это не просто как бы вот вы пишете да а у костяплай плагин мэйвин и после этого вот эти вот строчки что такое скоб в мамине что-то повлияет на что-то повлияет меняется ну во первых депресси может быть транзитивной да может не быть во вторых если у вас на терку это варфайл да или там какой-то ярфайл влияет на включение не включение в этот вот дистрибутив а какие вы знаете скоб мою не еще такой до 4 из клави компа рантайм package тест еще два импорт системы импорт еще два системы то есть шесть то есть они принципе ход коды да вот вам дает шесть 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 скобков в гряду есть аналоги они называются configurations да вот это принципе компайл да это configuration это принципе она действия аналогичные вот интересно например что в гряду есть тест компайл есть тест рантайм то есть две разные комп конфигурации не тот как тест как это сам но отличие глобальная мавина грядла что configurations они являются частью плагина то есть вы импортируете плагин и она являются данные configurations на например у нас есть плагин java и configuration compile добавили плагин груви и появился configuration груви более того вы можете писать свои configuration и которые будут взять на то как у вас депенденции или файлы добавляются вашу сборку профили очень полезное свойство мэйвена профили в этом нету аналога нету но есть принципе возможность сделать то же самое например вам нужно сделать сборку двумя способами для дэв-энварьмента и допустим там тест двумя или продакшн двумя что вы делаете вы делаете три файла билл году это будет файл основной в котором будет вот такая строчка apply from и вот профайл в фигурных скобочках профайл году после этого вы при запуске сборки придаете ей параметр профайл с ключом минус п и название дэв допустим или там тест или еще какой-то после этого время сборки у вас будет использован либо дэв-энварь с профиль вот ресурс хендлинг управление ресурсами тоже намного проще в бедли например в мэйвене вот такой вот кусок конфигурации первое это для того чтобы указать версию джавы вот 2 лет на 1 указать что у нас некоторые ресурсы будут записаны в там некоторую папку при сборке вот принципе аналог в гэдли мы изменяем два свойства сос компотибилити target компотибилити вот и здесь то же самое для ресурсов да то есть мы указываем что у нас есть некоторый таз жар и мы из данной папки копируем данную папку да а вот как это делается на ранее поддержка и тестирования поддерживаются принципе все фреймворки джи унит тест-нжи и многие многие другие единственное что в маване есть ключ который позволяет вам скипать тесты допустим остается не работают или долгое время не запускается выключен там скип тест маму и тесты не выполняется в гэдли нет аналога такого прямого но есть три способа более подвинутых первый способ вы например передаете ключ давайте допустим скип тест вот а в вашем build файле вы указываете что данный таск выполняется только если у вас данные проект не имеет такого свойства то есть принципе название свойства здесь любое вот таск любой можно игнорировать или запустить второй вариант если у вас решение о том что запускать не запускай таск принимается время самой сборки уже тогда у каждого таска есть свойства ней был меня его трудно фолз вы опять же либо запускаете его либо игнорируете и сборки вот и третий вариант когда у вас решение о запуске таска принимается время запуска самого таска тогда вы по некоему условию выбрасываете такой вот exception stop execution exception вот и что происходит гэдлс принимает это не как exception не как признак какой-то ошибки а просто признак того что данный таск не будет выполняться он тоже скипается вот такие три способа понятно что любой скрипт да нужно компилировать переводить некоторые байт-код если мы будем каждый раз это делать это очень плохо повлияет на перформанс что делает году он компилирует наш груви файл вот и кэширует его специальные папочки потом при следующем запуске сборки он смотрит если у нас файл не изменился он будет кэшированную версию если изменился заново перекомпилирует вот при таком способе опять же достигается улучшение перформанса если нужно можно ставить его перекомпилировать явно используя данный ключ recompile scripts появился недавно и графический интерфейс вот он принципе а такой начальный и зачаточный вот но тоже и можно увидеть дерево тасков добавить некоторые фавориты настроить конфигурацию и так далее в принципе пока что нет очень большой выгоды от этого вот но возможно это что-то большое выльется практикал таскс когда-то я выступал с данный данным докладом и люди были очень скептично настроены грэдл вот они говорили что нет ничего нового в грэдле мы не хотим переходить вот но тоже и попросили меня решили три задачи чтобы доказать что это лучше чем его итак первая задача это мальчику projects какая была проблема был проект очень большой проект который было 50 подпроектов и каждый из подпроектов он генерился удержать файл вот и для этого нам пришлось сделать все подпроектов и в каждом из них по макс мл меня спросили можно ли в грэдли сделать проще можно для этого делать один проект всего лишь один в котором будет например 50 пакетжей java пакетжей и вы настраиваете в файле сборки что такой-то пакетч будет генерироваться такой-то jr файл и того у вас один проект один всего один был текст билд грэдл и на выходе 50 файлов можно громче можно ли тогда работать отдельно с одним проект ну тут если мы берем году там не было подпроектов был один просто проект один проект но было 50 пакетов разных java пакетов не почему можно вы можете менять его имя версии все что угодно но все таки будут идти еще трошки векционного завдания потому что если бы был проект который имеет 50 предпроектов не может быть из разных ресурсов и так далее просто взялись вот это запихнули в один проект по камень пакетч и сделали билд по сути одного полного сморфайла ну так у было предусловие да что был большой маминский проект и было 50 предпроектов да почему так сделали да очевидно были какие-то причины по которым он не мог взять один проект и сделать них 50 jr файлов потому что там же было допустим разные группа 9 факта и так далее я думаю что там невозможно сделать помощь 0.1 файл для для мевина да а какие питания депельницы что ярко 2 намагает ярко 1 да кредла так там таких проблем не выникает тому что я бил все одночасно а я потім не можу это ронтаем поставить только потому что вот этой ярко 0.2 залежит ярко 0.1 чтобы потім не может быть ну вот экзотивно а при сборке или при при что мы проект забрали потім артефакты какой-то деплой мы устали деплой то чьи я потім можу вказать джерка номер два мая залежно на джерку номер один мажор конфигурации так цього не видно але пиздеще цена было необходимо то есть что эти джерк файлы они как бы не независимы друг от друга да а они сылаются один друг на друга да мы тебе думаем в вказать припустим кунуем билу джерку номер два да манды департаменту джерку номер один конечно данный ось не хотим коли припустим на это цей деплой так вот цей артефакт в репозитарии так мы это будем знать транзитивно чтобы школу нас качаем джерку номер два нас качаем джерку номер один а в випадку грубе цей позрешивается ну смотрите если у вас есть какой-то пример вот допустим пример и зависимости да вот данный пример у нас мы импортили зависимость от некоторого библиотечки до комбинутился если у вас если у вас есть зависимость на другой подпроект да что вы делаете выпустите компайл а потом в скобочках название подпроекта и тогда принципе это будет то же самое как будто вы импортируете зависимость данный подпроект ликвибейс кто использует ликвибейс очень удобная система до для того чтобы накатывать скрипты на некоторую базу вы глядали из поддержка и второго и третьего ликвибейса виде плагинов вот и для каждой команды ликвибейса есть отдельные таски да то есть принципе использование ликвибейса глядли довольно таки простое вот и последняя задача практическая можно ли запускать проект под некоим сервером есть некоторый веб-сервер девелопер машина можно запустить можно есть две опции первая опция это использовать плагины для каждого из простых веб-серверов тамката диджете вот и допустим есть какой-то более сложный пример например там какой-нибудь и блогер клип сфера в таком случае мы используем плагин cargo он принципе если для мэвина вот и есть аналог как бы для грэдла вот настраиваем его вот и в принципе указываем здесь некоторые параметры например тип контейнера порт указываем где находится дистрибутив и так далее то есть проблема тоже решается довольно таки просто если она поддерживается этим плагином вот если мы обобщим и посмотрим на в целом на плюсы и минусы грэдла то что мы отметить то во первых поддержка джавы то есть вы можете в скриптах писать java код довольно таки плотная интеграция с антом и мэвином часто разработчикам грэдла писали что сделайте импорт голов из мэвен xml пом xml они это не хотят делать для того чтобы люди не использовали как бы в грэдле пом xml мэвина а просто переходили на грэдл поддержка идея да то есть любой современная среда поддерживает очень хорошо грэдл как отдельный плагин то поддержка зависимостей транзитивная принципе то же самое что к мэвине очень много плагинов больше 70 и количество и все больше больше растет то есть каждый каждый новая сборка выходит с новыми плагинами сами плагины расширяются дописываются появляются независимые плагины вот то есть комьюнити растет инкрементальные билды то есть если не изменяется входные параметры при некоторой сборке вот то это вот task пропускается более быстрая разработка потому что меньше кода вот мы пишем только то что нам нужно вот мой перформанс вот перформанс мы видели что время время сборки все меньше и меньше становится он спрашивал меня про оптимайз мод да я по-моему не сказал может пропустили слайд что такое оптимайз мод во первых это мы запускаем режиме демона это первое второе включаем опцию configuration on demand при которой у нас конфигурируются только те таски которые запускаются потому что по умолчанию все конфигурируются которые есть в данном проекте и третья самая мощная опция это параллельная сборка проектов то есть если у нас есть несколько проектов или под проектов сборки и например проект 1 2 друг от друга не ссылаются то они будут собираться параллельно да да но в грейли такая возможность она появилась недавно вот то есть она как бы в общем не включена вы используйте как бы на свой страх и риск но я ее использовал принципе все нормально и она дает очень большой выигрыш по времени да но я не знаю мы его когда запускаются он использует по умолчанию параллельную сборку или нет вот ну хорошо сейчас я проверю может медленнее собирать даже ну естественно да 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 ну каширование но в принципе не дать от ресурсы просто каширование когда мы берем уже существующий байт код да мы не компилируем еще раз то есть какая загрузка процессора да сколько времени он тратит и так далее по сравнению с моим это вы видите да вот я не сравнивал не сравнивал потому что в принципе я когда собирал делал сборку я не замечал какого-то ухудшения перформанса то есть я делал сборку и какие-то еще задачи не было такого что система зависала знаете там на какое-то время или там признаки да то есть в принципе я могу померить вот но мне кажется что там как бы нет каких-то проблем с этим но у вас глядла или вас маме хорошо какие минусы потенциальные глядла ну во первых так как это скрипт программа она банально может не компилироваться причем почему бывает тяжело понять потому что они всегда ошибки информативные во вторых она может компилироваться и запускаться но и запуска могут быть какие-то проблемы которые тоже не всегда понятны и вот если принципе опыта не очень много в глядле то и дабы занимала там день до несколько дней чтобы понять почему особенно когда какая-то вот вопрос которого нету на официальной документации вот но это было как бы давно сейчас таких проблем все меньше и меньше да да вы можете запустить в режиме дебага там нужно указать порт вот и когда запускаете сборку то мы глядл ждет пока вы присоединитесь а и потом он дальше продолжает это вот свой процесс так как для того чтобы запускать использовать глядл нужно знать груви а также там так как там намного сложнее dsl вот то понятно что изучение его занимает больше времени по советам с новином там документация очень большая на портале вот и так как он принципе еще не такой популярный то меньше форумов и и сюда какая-то проблема то бывает больше времени чтобы найти в чем в чем состоит потому что например ты используешь какую-то фичу которую мало кто использует и никто с ней не сталкивался с какими-то проблемами вот поэтому здесь вот такие вот могут быть проблемы вот у меня слайд где написано будущее и что мне приятно что все меньше меньше становится многие вещи которые были написаны в будущее они становятся реальностью да ну что планируется все-таки в будущем это все-таки интеграция с мэвеном возможная то есть запуск используя его по мексамеле а также запуск тестов распределенный на разных машинах и распределенная сборка вот планируется когда она будет неизвеста возможно в третьей версии если вам интересно глядал и вы хотите ним разобраться это ну принципе не сложно хотя есть некоторые такие вот нюансы есть книги вот ну мне понравилась книга тут вот про эффекты приметейший гайд вот есть книга сборка и тестирование с глядлом которая ссылается и официальный сайт вот еще есть две книги это грейдл для андроида и грейдл инэкшн на то есть принципе если вас есть желание пробовать его там описывается во-первых базис а во-вторых описывается и популярный юскейс да может быть дитящее а то не меньше когда мы в мавиник припустим мы на киспле и так мы автоматически маем губокач уже готовый бюлб я который нас бюдливает джаку а за счет в гэдли сэнтю чепленними также уже маем готовый бюлб процес который нас бюдливает да да и че аналог Вы имеете в виду, что вы видите, допустим, не просто как содержимое по МКСМЛ, а еще и зависимость, да, то есть георархию зависимости? Ну, тут есть как бы два вопроса должно быть, да, это можно сделать с помощью IDE, да, или с помощью командной строки, да. А это можно вывести? Да, если вам нужно это сделать, например, для какого-то проекта, да, или подпроект, да, есть команда Gradle, называется, по-моему, Gradle Dependencies, и она показывает в виде иерархии все эти вот зависимости, она даже показывает там, например, если у вас там была какая-то версия какого-то артефакта, а она потом апгрейдилась, то как она изменяется и так далее. Я понял, ну, возможно, такое есть, мне просто такое не нужно было делать, то есть, Ну, просто для научки, например, когда я могу показывать, что будет все-таки в конце, когда я включаю такой-такий плагин, что я отриваю, что будет бывать? Ну, допустим, для навчания это плюс, потому что я знаю, что бывает, какой-то клиент включает, что я буду отриваться, какие-то, грубо говоря, будут таски, когда вы, допустим, вот в VDE, я использую Eclipse, когда вы из VDE импортиваете какой-то проект, да, то он показывает все, все плагины и все таски, которые есть в данном проекте, вот, но покажется ли он еще и, и как они выполняются, да, то есть последовательность, я такого не помню, честно говоря, вот. Вот, возможно, нужно либо из кланей строки запускать его, вот, либо как-то дальше искать, вот. Да? А в Украине есть аналоги Мейвен-архетайпы? Архетайпы? Я не встречал, не встречал. Ну, да, хетайпы это очень мощная штука в Мейвене, хотя, честно говоря, я ее практически не использовал, да. Она полезная, когда, например, нужно какой-то сгенерировать проект с нуля, да, вот. Честно говоря, не было такой необходимости у меня, вот, но я, в принципе, могу поинтересоваться, вот. Вот, возможно, пока это еще не реализовано, возможно, реализовано еще. Вот, ну и, допустим, вам хочется посмотреть, знаете, так мясо, да, какой-то серьезный большой проект, написанный на Gradle со всеми наворотами. И, понятно, что такого нет в учебниках, вы можете зайти на GitHub, на страницу трех проектов, Spring, Hibernate и сам Gradle, и увидите там, собственно, сложные какие-то билд-файлы с зависимостями, с ресурсами и там, и так далее. Вот, если интересно, то там очень много полезной информации. Вопросы? Да. Жилье сказать, декілька сливших про цей обгортки над, вот, над... Это что? Ну, в рапер над Gradle. То есть, мы включаем там вказанную версию, по-видимому, Gradle, и больше не про это переживаем. То есть, вы можете сделать рапер, да, и указывайте, какая версия будет использована, вот, и он создает этот рапер, вот, и потом использует. То есть, мы раз задаем версию, и нам там на дженки цены, на якому СИА, и тут уже не треба ничего переживать за эти речи. Попередний доповедач у нас тут на Моргинге, он сказал, что тут безперечный плюс, потому что у них там... Они как на Мавин и Слава, они где-то на певном одном сервере, ну, была иначе версия Мавина, и они так потратили очень много времени на то, что это отложите. Не, я думаю, что вы указываете версию этого рэпера, и будет именно эта версия использована. Да, пожалуйста. Да, да, поддерживается, причем, по-моему, очень давно уже поддерживается, ну, по крайней мере, дженки точно. Бамбу я использовал в прошлом году, но там был Мавин. Честно говоря, не интересовался, поддерживает ли он Gradle, вот, но я думаю, что должен поддерживать. Да, вот, то есть, очень давно уже поддерживается дженкинсом, вот, и, допустим, если вам интересно какие-то не СИА-системы, а, например, системы исторического анализа, вот, то тоже поддерживает в виде плагинов практически все, что есть в данный момент. Да? А помните, я показывал пример, долго его искать, но я ради вас это сделаю. Ну, просто, когда мы будем, хотим списывать один за одним, два за два, это же, принаймні, читабельно, а вот до того, что в конце списка добавляем в початок чарги, это… Вот, помните пример, да? Угу. Нам нужно было в конце сборки создать этот вот, заполнить файл. А build – это уже не наш task, да, это task из существующего плагина. Вот, то есть, мы можем переопределить для любого существующего task до last или до first. Да? А тут мы определяем парень проект и чарги… И подпроекты, да. А если у них пид-проекты не исчезли, и пид-проекты, как это конфидируется? Благодаря модулям проектов, вам минусы два и больше. Два и больше, но у меня такого в практике не было, у меня был проект и подпроекты. Ну, я думаю, что есть два варианта. Либо вы указываете все их здесь, либо для подпроекта указываете свой сеттинг-скрадл. Ну… А, потому что уже… Да, уже подпроект. Да, возможно, да, возможно, так, а возможно, и добавляете здесь вот. Да? И Ваши прогнозы, скидки часа надо выйти с техно-аузами, как бы… Как скоро, да, или что там было? Хорошо, да. Ну, я, если говорить, в целом думаю, что не будет такого какого-то вытеснения. Например, вот есть Maven, да, Maven, да? Есть Ant, и Maven как бы не вытеснил полностью Ant, да? И будет… Я думаю, что здесь две вещи. Первое – это реклама, да, агрессивная реклама Gradle, вот. И второе – то, что есть очень много legacy проектов, которые использует Maven, вот, и которые не так быстро будут обновляться. Я думаю, что для новых проектов, каких-то для Java проектов, там, или еще каких-то, все больше и больше будет использоваться Gradle, там, и другие какие-то системы новые. Но для Legacy там нет такого как бы бенефита, чтобы взять их и все их перевести на Gradle. Поэтому он будет постепенный, и… Как скоро, честно, не могу сказать. Да? Значит, у меня был, в принципе, в одной из презентаций пример своего плагина. Это сделать несложно. Для этого вам нужно создать класс, который будет реализовывать интерфейс-плагин и указать, по-моему, какую-то функцию с атрибутом, по-моему, либо Action, либо TaskDev, вот, и потом его проимпортировать. Это можно сделать в существующем файле сборке, это можно сделать в отдельном каком-то файле сборке или сделать свой проект, вот, который будет компилироваться и который вы будете подключать к вашему проекту. То есть это, в принципе, ну, обычное программирование, то есть тут ничего сложного нет. То есть вот эта вот задача, которую я сделал, ой, которую я сделал с помощью Task, я же ее сделал с помощью плагина. То есть я сделал плагин, который подключал и который потом использовал. То есть тут, в принципе, очень похожая функция с нами. Единственное, что плюс плагина в том, что, видите, у нас здесь есть переменная builddir, это папка, где папка основная сборки, да, а в плагике нужно будет ее передавать как свойство. Вот. И, например, то же самое с файлом, который у нас захоткожен, а мы его будем передавать в плагин как свойство, да, а так принцип один в один. Да. Можете здесь працювать параллельно с декликом репозиториями? Вы имеете декликом удаленными, да, репозиториями? Да, можно, где-то я даже показывал. А что тут деканец из одного репозитора, который у вас меньше? Одно. Ну вот, смотрите, вот у нас есть… Сейчас где-то… Вот у нас… Если у нас есть maven-плагин проимпортирован, да, мы можем использовать какие угодно репозитории, можно локальные, можно удаленные. Кстати, когда Gradle скачивает dependencies, jar-файлы, он их сюда не ложит. Вот, maven-local папку, у него есть своя папочка, которую он складывает, кешивает и так далее, более эффективно. Вот. Если вам нужно использовать два репозитория и dependencies, ну, тяжело сказать, как это сделать. Возможно, вы можете указывать при… вот это вот… в блоке dependencies, да, указывать, какую из репозиторий использовать. Вот, но мне этого не было нужно, то есть у меня, допустим, было maven-central и было несколько других репозиторий. Если Gradle не находил dependency здесь, то он искал других репоисторий. А такого, чтобы было dependency просто, вот, по условию, да, такого задачи не было. Да? А что значит выкачивать? Ну, так само, dependency. Ну, смотрите, я, по-моему, показывал, сейчас где-то… Ну, если у вас нужно использовать какой-то плагин, да, в принципе, плагин, разработанный Simgradle, тогда вот три варианта в использовании. Если плагин находится на портале плагинов, тогда вы используете вот такую вот конфигурацию. Да? Вы опенсорсник Gradle? Да, полностью опенсорсник. Бог миловал. А что ведь там собирается? Когда вы, ну, скачиваете Gradle, там уже дистрибутив, там его не нужно компилировать. Но, в принципе, там исходники полностью есть, и если хотите, да, можно, в принципе, их собрать, там поменять что-то, если хотите, конечно. Это же, он же есть вот на гитхабе. Вы можете гитхаб его скачать и там, ну, настроить, как хотите. Ну, говорите, вот Гранина не имеет свою репозиторию, или, может, в будущем будет имать свою репозиторию? А вот еще такое запитание. Когда мы деплойм на какие-то меганинские репозитории, или мы конвертуем наш Gradle в этот файл? По максимуму, да, конечно, да. Бывают какие-то там курьезы, или там, не знаю, там. Чи могут быть какие-то проблемы с ним? Ну, смотрите, у меня вот были проекты, да, сложные, основные с подпроектами. Там был Build Gradle, да. И я тоже делал команду Install. Это из плагина Maven, которая копировала их в локальные репозитории Maven. И там он создавал POM-XMR, вот, и проблем никаких не было. То есть он был точно такой же, как будто мы его сгенерировали Maven. По поводу вопроса... Все же, или? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Загадуйте, там еще было питание. А может, потом уже в порядке, Сергей, ответит. Хорошо. По поводу поддержки репозиториев, планов не слышал. Мне кажется, что пока что и Maven, и Ivi хорошо справляются, нет такой необходимости, чтобы использовать какую-то свою структуру.